здравствуйте товарищи господа и дамы это у нас пятая микро лекция на тему технологии народовластия к сожалению не очень хороший поток возможно будет что-то прерываться но будем надеяться что все обойдется итак сегодня тема лекции это инструменты народовластия какие мы знаем кроме того что мы хотим сделать институт присяжных комиссаров как формат новый для функционирования избирательных комиссий и собственно это только технология установления первичная технология установления контроля над институтами демократии вообще но есть еще инструменты то что является целью задачей народовластия это только одна точка избирательной комиссии которые позволят проводить честные прозрачные открытые выборы и во первых и референдумы те которые необходимо тоже соответственно проводить но в принципе народный контроль должен присутствовать на всех ключевых участках там где демократия подвержена основным нападком со стороны прежде всего как мы уже говорили действующей власти которые всегда заинтересованы в расширении своих полномочий в том числе и нелегитимным путем и так какие основные инструменты народа власти которые необходимо внедрять постепенно или сразу как получится хотелось бы сразу но можно и частями в данном случае прежде всего электронная подпись электронный сбор подписей если точнее смысл следующем у нас в законах о выборах которые касаются выборов и референдумов все законы не включают в себя статус электронных подписей если сбор подписей происходит за депутаты или за референдум то он происходит в бумажном виде хотя в принципе ничто не мешает собирать подписи в электронном виде по крайней мере с точки зрения юридической пруденции дело в том что в законе об электронной подписи прямо говорится что электронная подпись адекватно личной рукописной подписи гражданина то есть обладает ровно такими же правами перед законом именно этот закон позволяет нам пользоваться такими инструментами как например там удаленный банкинг да вашу подпись или платежная система ваша подпись принимается электронная точно также как принималось бы в банке собственноручная подпись на платежном документе поэтому даже условно говоря не нужно больших юридических преобразований до совершать для того чтобы наладить электронный сбор подписи в принципе сами подписи не являются конечно необходимости многие сейчас выступают за то чтобы вообще отменить сбор подписей например за регистрацию кандидатом в депутаты на разных уровнях в принципе может по депутатам это и оправданно потому что внесли залог и так сказать кто выиграл залог вернули а кто проиграл тот соответственно оплачивает выборы своими залогами вполне вполне разумно и рационально но если дело касается референдума то тут особая статья референдум обычно это дело общее да это наше дело коза ностра и заставлять скажем инициативную группу собирать подписи или не дай бог там залоги вносить ну не совсем правильно понятно что инициативная группа всегда лоббирует чьи-то интересы да ну как каких-то групп но в конце концов закон придется если он будет принять соблюдать всем поэтому дело это государево до государственное то есть народная и в этом случае сбор подписей за референдум или там против референдума до должна осуществлять именно избирательная комиссия по смыслу а в данном случае конечно не имеет смысла гонять их по бабушкам и и собирать на бумаге эти подписи если будет возможно собирать прямо на сайте избиркома электронным способом и будет прозрачно видно их не нужно проверять они все уже определены понятно что при условии конечно что у нас есть какая-то база данных избирателей более менее адекватные не более-менее просто адекватная да и налажен и учет паспортов учет избирателей граждан и так далее понятно что это не задача народа власти и избирательных комиссий только это вообще всенародная задача одна из первых которую мы должны решить вообще ну как бы все я думаю в этом будут ну по крайней мере большинство здоровых сил общества если они есть будут в этом заинтересованы поэтому конечно же опираясь только на какие-то уже инструменты базы данных избирателей более-менее определенные можно это делать в любом случае сбор подписей должен под ну за референдум должен производиться избирательными комиссиями именно в электронном режиме тогда будет более-менее понятно да что это действительно закон общий они не просто отдельных лоббирующих небольших групп вот сама вот этот самый инструмент электронные подписи да он так плавно перетекает у нас еще в один инструмент так называемый пререферендум название конечно рабочие и можно и нужно его обсуждать но в чем его смысл вот вот этого инструмента который мы можем внедрить тоже через избиркомы и должны допустим при каких-то условиях сбор подписей совершается вот этих электронных не по запросу то есть не человек приходит кто захотел свою подпись оставить оставляет за инициативу и потом его подписи учитывается набрали миллион и грубо говоря там или полмиллиона и проводим референдум нужно рассмотреть еще такую форму если мы собираем электронные подписи но предположим возьмем какой-нибудь закон чисто гипотетически какой-нибудь закон не очевидно нужный ну всем ну скажем возьмем там закон а однополых браках да сможет ли инициативная группа собрать полмиллиона электронных подписей ну и миллион я думаю может собрать в российской федерации да это ни для кого не секрет причем не обязательно что это те люди которые хотят вступить в однополые браки нет это просто могут быть какие-то сочувствующие либералы демократы и так далее вот и в данном случае закон как бы соблюден надо проводить референдум но если мы проведем опрос например я не говорю именно про этот закон но например и получим результат этого опроса то результат будет неутешительный да для инициативной группы представим что мы собираем подписи не только за но и против и не те кто сам решил прийти и проголосовать либо за либо против отдать подпись а путем опроса авторизованного по случайной выборке то есть у нас есть какое-то количество избирателей зарегистрированных в системе если их достаточное количество они могут рассматриваться как ну массив для выборки да определенной статистической допустим у нас в системе постоянно есть ну пять миллионов человек да и мы из них тысячу опрашиваем на предмет вы поставите подпись за референдум или против выступите этого референдума и тогда мы на основании пропорции можем предъявить эти выводы да это это вопрос и тайна вопроса все вот как как бы вы проголосовали да предъявить инициативной группе мы говорим вот есть такая штука мы называем ее пререферендум вот тысячи человек стандартная допустим социологическая выборка опрошена за поставили подписи проведения ну скажем там 20 человек а остальные поставили почему-то против не знаю костный такой народ и все по закону вы можете собрать пол миллиона и провести референдум но поскольку предварительный референдум показывает результаты не вашу пользу то вы должны тогда взять на себя эту ответственность вот тут вступает вопрос залога но вы хотите все равно его провести пожалуйста но тогда оплатите расходы потому что при референдум показывает что вряд ли вы выиграете а расходы понесет все государство ну как случае с депутатскими залогами да ну ты пришел заплати не выиграл деньги потерял выиграл получи назад залог вот это что касается пререферендума как инструменты и зачастую его же будет достаточно чтобы ну грубо говоря не решать каждую секунду референдумом какие-нибудь вопросы достаточно мелкого свойства то есть если есть инициативная группа или вопрос например выставлен и он вышел в топ там допустим обсуждение на сайте допустим на центр избиркома и попав в топ он попал в поле зрения с комиссаров вопрос был поднят почему не провести при при референдум то есть авторизованный опрос и получить какие-то предварительные результаты чтобы дальше уже двигаться то ли убеждать людей что однополые браки это зашибись то ли отложить до лучших времен и гибридное голосование еще один инструмент народа власти по нему тоже должен быть отдельный ролик пока мы сделали не очень хороший вариант но переделаем будет будет выложены здесь значит в двух словах что такое гибридное голосование предположим гибридное голосование прежде всего опирается на 32 статью конституции который говорит о праве граждан непосредственное участие в управлении делами государства если у нас есть государственный орган коллегиальный в котором как-то голосуют допустим участники этого органа но если он государственный значит мы как граждане можем тоже принять участие в этом голосовании вот основная мысль мы рассматриваем это на примере государственной думы которую принимает закон допустим первым втором третьем так далее чтениях и допустим этот закон обсуждается да неизвестно как бы народ проголосовал но депутаты склонны проголосовать вот так каждый депутат представляет собой некое пропорциональное количество всех избирателей российской федерации если брать что 450 депутатов голосуют один депутат один голос строго за всех избирателей то пропорционально они голосуют каждый за какое-то количество избирателей теперь если мы предоставим такую же возможность голосования скажем посредством электронной кнопки да такую же в думе возможность голосования гражданам каждому ну поставил себе гаджет прописался электронной подпись и ты голосуешь там на табло тоже твой голос отражается в этом случае депутаты голосуют уже не за всех избирателей а за тех которые не голосуют сами за себя то есть вы как бы изымаете свой голос из общего количества голосов за которые голосуют депутаты то есть такой получается еще дополнительная фракция народная потому что она может быть ситуативно увеличена или уменьшена если закон не вызывает интереса депутаты голосуют самостоятельно если он там пенсионный фонд возраст или что-то такое да придут 50 процентов избирателей значит депутаты будут голосовать только за остальные 50 процентов и так далее то есть это такой рычаг более подробно конечно нужно посмотреть будет в ролике и ролик мы этот надеюсь сделаем ближайшее время вот пожалуй основные инструменты которые требуют своего внедрения для того чтобы народовластия могло осуществиться в полной ипостаси да в полном своем величие реализоваться в рамках пока что одной отдельно взятой страны на этом мы закончим пятую микро лекцию кто заинтересован в обсуждении может остаться а вас штирлиц я попрошу остаться так 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 ну что заценил чат но пока что я не вижу вы мне скажите там совсем плохо или все-таки нормально почему-то у меня показывает плохое качество трансляции но это у меня уже шнурок то хороший у меня компьютер просто тормозит и даже так прилично тормозит поэтому я даже не знаю у вас так как идет я пока чат черт перегрузил не вижу я вас а вот увидел сейчас настрою так ну что давайте может быть чего начнем с писем италия лакина здоровье здоровье как вот на там надо записываться предварительно вот как выйдет наша очередь тогда пойду к врачу а пока что пока что ждем сам я же такая социальная страховка так я носит сейчас быстренько пробегусь ответом на вопросы по вопросам на ответ из предыдущих эфиров я с котиков не доставал эфир вообще честно говоря 4 такой негатив получил последние после крайнего выступления то есть я ожидал что меня тут роли будут тролить что я там вышел выступая на этом сама тут не тролли тут на меня свои накинулись и как-то как-то так жестко так но это ничего ничего уже уже такое разделение идет сильное я же понимаю в чем дело да потому что это самое 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 то когда ты чё-то делаешь это информа она рождается в муках понимаете в муках рождается и первым кому она наступает на ногу это ближний круг так и должно быть у нас же ведь еще не было пока почти не было идеологических разногласий в партии народа власти как таковой единственное идеологическое разногласие когда люди поссорились на ваших на наших глазах это мальцев и стас котельников они поссорились идеологически это первый раз было это очень радостный момент потому что не только и все остальные все остальные ссоры ребят все остальные ссоры за денег все никого не слушайте вам скажут что дело принципа и что пацаны так не поступают или там чё-то еще агенты фсб из-за денег еще точнее из-за нищеты нашей беспробудной революционной революционной держите шаг вот поэтому вот это первое идеологическое было разногласие сейчас появилось второе ближний круг не верит в народа власти вот в план вот в этот в мой и это хорошо это хорошо потому что информа должна пройти этапы собрались уже нашими флагами полы мыть болельно ничего ничего пусть пусть вот есть человек человеку волк да тут блогер блогеру крокодил ладно бог с ним ничего мы победим победим вот мы сидим с игорем уже и обсуждаем документы и он прислал мне это юрист раз два три здесь да здесь по моему привет и вот мы как раз вот источник вот этого всего да вот откуда идет там 32 статья конституции откуда права местных самоуправлений все это международные соглашения международные договора действительно оттуда прям вставлены к нам оттуда к нам вставлены поэтому у этого еще и международные есть юридическая база вот то чего мы хотим добиться на практике да в принципе реализовать то что уже задекларировано не только в нашей местной конституции да ну и вообще в международных договорах и на уровне отношений вот и по сути дела 32 статья конституции да вот это право граждан на непосредственное участие в управлении делами государства это ведь и есть юридическое обоснование революции понимаете да вот мы говорили прошлый раз и еще раз я хочу сказать вот это очень важный момент одно дело когда и представительная власть существует одновременно законы избранные законы незаконный вопрос понятно что есть сила и есть так сказать сила убеждения с помощью дубинок и есть допустим граждане которые тоже хотят принять согласно закона участие в управлении делами государства но им не позволяет к рулю прикасаться вот это ну как бы легитимная представительная власть но как только появляется окно то есть когда власть упала ну например царь отказался от короны да как в семнадцатом году феврале в пользу брата своего а брат сказал я не хочу быть и получается власть ничья и вот такие же вот происходят события ну допустим янукович убежал все нету президента да нету законного органа дума распустилась нету думы законного органа а у нас так и будет и тогда получается что 32 статья уже не то что говорит что имеет право принимать участие в управлении государством обязаны граждане это сделать потому что больше некому не некому сказать что вот я законный представитель да появляется какое-то правительство майдан какие-то люди навальные да там какие-то зюгановы кричат мы всегда за народ и составляют какой-то органчик и говорят мы теперь роль почему потому что они сядут в белом доме будут оттуда ручками махать а вот тут любой гражданин любой может сказать и даже слабые если двое да как говорил маяковский любой может сказать постойте вы гражданин зюганов имеется на право управления государством в данный момент такие же права как и я гражданин пупкин василий никодимович 66 года рождения не русский вот так что вот вам юридический юридический казус который позволит нам сделать то что мы хотим при наличии доброй воли да и злой тоже кошка кошка эти педалку принц свечку там свою партию создают ради бога больше партии хороших разных наша задача конце концов вот эту пропорциональную систему изничтожить я не хочу чтобы она была вы то как хотите я отлич не хочу потому что меня бесит что пропорциональная система предполагает затаскивание своих пидорасов блять с любимых в эту блять в одну эту я не люблю протекционизма по любому признаку по национальному ли по да по любому ну вот допустим там написано высшие государственные должности могут ну практически на всех написано могут занимать люди с высшим образованием в я сам с высшим образованием ну какого хуя ну почему блять если ты учился блять по холодильником ты идешь блять юридическую пруденцию там занимаешь высшую государственную должность у меня есть корка и чё я таких дебилов видел на мехмате вот блять выше крыши нахуй и умных видел стройбати да которые всю жизнь просидели в тюрьме и родились там и образование у них два класса но вот лучше он будет министром финансов чем ты блять математик херов ну это я так свои вот поэтому а так партии пусть создают да есть кто живой алекс белобрагин это зависит от вашей собственной веры собственно есть кто живой нет никого живого если вы солипсиста и нет никого кроме вас да кстати интересно подумать об этом интересно подумать об этом просто может действительно все наоборот это мы умерли они живут так через зацени чат не знаю так евгений степанов это я тут а ты там ну это как считать это как считать на самом деле вот я говорю с теми кто там да вы там с теми кто тут как вы говорите да вот я там с продюсером там переписываюсь там еще что-то но я точно в курсе лучше гораздо всех событий по крайней мере в политической сфере там никто ничего не знает что происходит я говорю а вот это вот а чё с этим а вот это чё а девочку там у вас в саратове какую девочку чего какие выступления какие демонстрации и вы там и не знаете а я тут и знаю вот оно что я даже не мальцев который в 300 раз больше знает чё там видел ролик про тебя технологии борьбы с провокаторами или как я проучил в боджане на 18 плюс нет не видел стоит смотреть вы думаете ну чё там сказали что вот ах блин это самое да типа подделал подпись и получил этого самого хорошо а то что фейк кошки кошки который кость под модератора вот раз два три это же слава да когда под вас фейки делают ну это же не лишнее будет до ролик там лишний раз фамилия не лишний раз фамилия кто-то посмотрит кто-то примет за чистую монету а кто-то скажет не что-то мы нет ни непонятно мутно это как все но как гляну к я самого первоисточник и вот эти люди нам и нужны вот эти нам нужны которые посмотрят первоисточник а так пусть там чего я не против я не против я просто против того что так медленно переподписываются переподписываются нужно нужно нам нам же нужно в топы нам надо встать рядом со всеми народовластями где народа власти я везде видите тегов на пихал где мальцев и народа власти там должны появляться и наши технологии потому что там те самые люди те самые апостолы будущие апостолы понимаете апостолы это золотой песок я вдруг понял вот когда про иешуага ноцре говорят да ну там пишут говорят да и обсуждают вот нам же как бы подвиги известно до пришел там сказал ты мытарь бросай деньги пошли со мной пришел там рыбаки рыбачу бросайте рыбу удочки пошли ловить человеков да и так далее вот и он так раз собрал ватагу да и с ней значит ходил но он каждого смог убедить но по идее нам так рисует что каждого хочу так немного был народу но за ним ходила по идее каждый с кем он говорил должен все бросить пойти за ним нет такового не было и это было бы плохо и неинтересно быть апостолом когда за ним сто тысяч человек народу идет как за филиппом киркоров ну и что вот именно что ты один из один из многих который понял понял суть предлагаемого да понял что у нас есть а закон на нашей стороне б правда на нашей стороне c справедливость на нашей стороне и в конце концов время на нашей стороне ну я имею ввиду история в человеческом контексте в антропологическом вот поэтому это очень все хорошо очень хорошо когда информа встречает сопротивление хуже когда она не не встречает сопротивление значит она никакая значит она никого не не возмутила и не смутила вот но по-прежнему до самый главный момент который сейчас нужно преодолеть вот чтобы сделать ролики там такие ролики можно сделать вот это сейчас же очень важно с инфографикой совсем вот я сделали мы там какие-то мутные когда на коленках оно и видно что на коленках конечно хорошо бы сделать хорошо с мультфильмами я представляю но для этого надо конечно заплатить денег ну и вообще денег надо вот смеются над флагами я хочу флаг чтобы меня сзади висел вы понимаете вот представьте закройте глаза и представьте что у меня тут не картину постарали да а флаг сзади висит народу власти вот этот который нарисованный ну прикольно же но ведь же прикольно же понимаете это дорога другая картинка будет флаг он уже живой будет вот смейтесь как хотите а повязочки ну вот надо две сотни повязок сделать вот чтобы их было видно что это повязка вы скажете говно вопрос не говно вопрос ну правда но вот вы идете по улице и спокойно курите анашуи ругаетесь с матом и вдруг навстречу идет какие-то люди а у них красные повязки напишет на пиждаках нарисованы да ну вот ну по крайней мере то бычок то надо загасить да и базар немножко предпритушить почему потому что повязка вот понимаете люди очень серьезно обращают внимание на знаки на символы они идентифицируют людей они показывают что вот понимать когда вот они все раз вот так он один в пятнистой форме а так их 10 а 10 в одинаковой форме они выглядят как будто их 50 вот просто толпа правда же потому что вы сразу подразумеваете блин они связаны какой-то общей командой они сейчас накинуться кучей да и чё мы с толпой сделаем разбежимся вот поэтому все серьезно все серьезно дайте мне окно возможностей я переверну мир блин я понимаю что надо говорить мы но тут данном случае я перефразирую архимеда далее именно так оно должно звучать именно одной рукой можно перевернуть мир если взять точку опоры достаточно большой рычаг у нас рычаг хиенный ребят спросите у раз два три на самом деле рычаг хиенный юридический юридический а вот все остальное вопрос окна возможности ни у кого не будет сил больше чем у нас если мы будем какой-то целью одной объединены вот итак возвращаясь к нашему основному вопросу все надо делать сейчас и сейчас это должно быть там я вот уже думаю как то ли держать в камере хранения то ли снять помещение да то ли машину какую-то иметь ну смысле какой-то пирожок до чтобы туда забить и в нужный момент нужное время это было это техническое обеспечение да но оно необходимо она как раз и формализует все то что мы будем делать дальше вот для начала этого будет более чем достаточно но самое главное чтобы создать вот эту вот подушку вот этих людей собрать и я говорю не так то просто не каждый первый будет дай бог каждый сотый из тех что действительно послушают как-то через себя пропустят и так далее поэтому чтобы собрать нужно их собирать а для этого нужно деньги и грубо говоря вакансии главного спонсора она открытая а я прошлый раз сказал и сейчас повторю что в определенный момент вот тот кто сделает ставку тот получит вот по списку то что я зачитывал в прошлый раз я могу повторить то что мы будем утверждать на первом заседании вот центральной избирательной комиссии да вот эти должности как минимум полгода до следующих выборов вы сможете занимать эту должность ну любую которую выберете кроме директора росгвардии и секретаря но секретарь это не государство ну в смысле это не та должность которая утверждается та должность которая назначается ну кроме секретаря и директора росгвардии остается в списке следующий кандидат я вам серьезно говорю мне нечего вам сейчас предложить кроме будущего понятно что она может состояться может не состояться но и ставка не небольшая ну то есть понимаете сейчас копеечку а там раз и вот для чего это нужно если вам это нужно а это шаг эта ступенька это высшая государственная должность и так по порядку перечисляю на выбор гтрк обязательно нужен свой человек вот всю голову сломал я пытаюсь сначала мы пытались находить из известных людей но я понимаю что нам на первое время нужно абсолютно свой человек потому что мы должны эту идею легализовать продвинуть а гтрк в этом смысле даже независимо от аудитории она транслирует официальную позицию ее так и воспринимают официальную позицию власти поэтому гтрк мы должны просто обязаны своим человеком занять на вот это первое время становления потом пусть хоть поздно выбирают вообще все должности конечно выборные в перспективе но изначально мы должны сначала их так сказать вывести из под прямого управления власти передать народу хотя бы в каком-то формате и вот в данном случае так гтрк директор второе значит председатель центробанка здесь не гарантирует потому что все-таки там есть какие-то международные определенные эти самые но в принципе в принципе как помните в старом фильме про революцию ты у нас артелию в артели писарем был да вот иди центробанком управлять на самом деле все политические должности вы не думаете что там надо это все это вот там сядет вам куча экспертов и все расскажет по буквам как надо нет все эти верхние должности это политические вы можете никогда не быть журналистом никогда не быть банкиром никогда не быть никем это не важно там есть люди которые все это знают и делают вы должны быть политической фигурой это всегда так поэтому бояться особо нечем и так значит у нас гтрк центробанк счетная палата это контроль расходование денежных средств это генеральный прокурор понятно тоже контроль и и это что-то я забыл статистика как он называется руководитель комитета руководитель комитета по государственной статистике ну в общем понятно да министр статистики грубо говоря и и и и кто у нас еще кто у нас еще ну там по списку было я уж нет кто-то еще важный нас был ну ладно этот список все равно не кончательно его нужно расширять и этот список нам нужен в широком смысле я сейчас скажу для тех кто вкуривает да вот раз два три вы должны вкурить конечно смысл вот в чем нам этот список должен достаточно широким не потому что мы такие наглые пришли все сразу а мы рассчитываем на то что там сидит временное правительство и они не легитимны или вернее легитимны примерно так же как и наши присяжные комиссары примерно так же да вот с такой же долей легитимностью сидят вот в этом случае нам нужен широкий список потому что если наши присяжные комиссары утвердят две три должности те которые нам ключевые сейчас понадобятся на на первый момент чтобы удержать порядок формирования вот в таком ключе да в таком формате и довести его до референдума до логического конца да чтобы получить фазе и уже только путем ну грубо говоря насильственного переворота можно будет сместить власть демократии вот но этот список широкий утверждаемых должностей и и остальные должности мы предложим назначить временному правительству а сами утвердим их по договоренности понимаете хитрость фашистскую да тогда наши три а им семь да или хоть десять не важно но тогда наши становятся такими же легитимными как их нее а это уже исполнительная власть понимаете это не вот это вот типа там мы сейчас тут что-то спляшем проголосуем и расскажем это то что с бюджетом имеет дела то что имеет дела с людьми в погонах в дубинках с гранатами имеют дела вот и со шлагбаумами так что все у нас получится если вы слишком сильно не будете трепаться потому что долбоебы все равно не вкурят а те кому надо я говорю просто вот ближний круг 12 человек вот один у нас уже есть юрист международный вот теперь нам нужен международный спонсор хотя конечно жестко звучит да спонсор террористической организации подготовка кем ты себя видишь на какой должности олег орлов но я по-моему сказал я и не скрываю конечно секретаря там все написано под это секретарь не обладает правом это как там совещательный голос да и решающий да вот правом решающего голоса он не обладает он обладает только полномочиями хозяйственными организационными то есть он организует вот это все да вот как суд представьте себе вот судья сидит и присяжный присяжный решает виновен или нет судья срок назначает но тут не надо срока потому что в данном случае присяжную санкции она содержится в решении до зарегистрировали не зарегистрировали до свидания тут нету там от и до до там типа наполовину зарегистрируем нет вот они как решат так и будет поэтому тут не судья от не никим образом действительно секретарь поэтому его как бы переименованы вернее полномочий председателя комиссии хозяйственные передаем секретарю организационные вернее хозяйственные там есть этот как его специальная администрация да который занимает всем хозяйством там получку платит там столовую там делает и все нет имеется ввиду то что положено делать избиркомам вот все весь перечень согласно за законодательство да вот как бы оставляются хозяйственные функции за за секретарем и организационные и вот на основании этих функций как раз я и хочу вот этот срок грубо говоря четыре года ну как она ну там на пять вообще ну четыре у нас все-таки справедливые да я честно говоря мне вот это очень много мне двух хватит чтобы сделать основные вещи те которые я запланировал да вот то что я вам сегодня про инструменты народа власти главное вот этот главный рубильник инструмент запустите с помощью него уже протолкнуть все остальные они это просто интрига политикой обязательно пропихнем тем более у нас такой молот есть да тут же вопрос в чем что вот есть присяжные да они всегда ситуативно но они живут в своем мире своем городе своей стране да если уж они пришли тут побыть присяжными то уж они чё-то слышали чё-то видели ну может это просто за получкой но все равно там даже хотя бы между собой на коллегии по по труд обменяется мнениями и вот это собрались люди да как во дворе до авторитета но они сейчас сейчас авторитеты они и жребий выбросил и они тогда решают вот согласно а как бы народ решил но вот так тем более у нас там есть двойная защита они не могут сразу поставить вопрос и решить его мы в два приема делаем либо вы ставите вопрос он ходит в повестку дня следующего заседания либо вы решаете вопрос который кто-то поставил понимаете что мне было так что мы собрались что-то прибухнули и взяли этот и объявили войну там в америке вот так что лет эти вопросы если вот кто-то там сомневается они как бы более-менее решается в этом ключе чтобы у нас была какая-то защита от дурака ну это обязательно она должна быть в любой системе предусмотрен вот а в остальном это ведь демократия это власть большинства вот конечно вам екатерина шульман скажет что это все хуйня и примитивное трактование а на самом деле а на самом деле она будет объяснять почему екатерина шульман это власть а все остальные говно собачьи так вот демократии истинные настоящие это просто тупо власть большинства но когда вы думаете что вот большинство оно такое оно плохое а все остальные хорошие это во первых не так математически экспериментально вернее доказано что большинство людей готовы играть по правилам блокчейн это доказал потому что если было большинство негодяев он бы не держался бы он держится именно на том что две трети хороших ну нехороших а те кто играет по правилам вот так устроен поэтому на это и есть расчет у нас тоже своего рода блокчейн собирается присяжный и мы предполагаем что треть из них могут быть негодяями а две трети приличными людьми ну по крайней мере те которые хоть и хотели бы таковыми казаться и публично не будут свое так сказать рано мая ну как-то дезавуировать их нихуя себе вот это я сказано прям как как невзоров да так вот сколько мусора то в голове мусорных слов о чем остановились а ну вот и собственно задача так сказать власти большинства это не то что вот ну как бы толпа пришла и проголосовала власть большинства в данном случае всегда опирается на власть авторитета как бы власть авторитета это и есть власть большинства потому что большинство все равно по всем вопросам не принимает для себя самостоятельных решений мы все имеем ну каких-то авторитетов видели людей или ну каких-то писаных документов или там фантастики какой-то или там библии или что такое мы как-то опираемся мнение да в во многих вопрос каких-то самостоятельно в каких-то нам просто компетентности не хватает компетенции компетентность компетенции не хватает вот и поэтому тот кто является авторитетом настоящим авторитетом истинным которого смотрят слушают да тут и осуществляет эту власть посредством того что говорит на голосовать вот так я считаю и люди идут и говорю но мальцев так считает например я тоже так тогда буду считать и это ничего этом плохого нет то есть понимаете власть большинства реализуется через власть авторитета а государственную власть через власть назначенного авторитета да ну вот но в итоге еще раз я подчеркну что хотел подчеркнуть ребята давайте так кто выведет нас на чистую воду да в том смысле что чтобы мы не из под крана воду пили из нормальных бутылок я серьезно потому что есть необходимый минимум и смысла нет но допустим меня там спрашивают а сколько там чё такое да сколько бы это стоило а поменьше а чё такое ну вот 1000 евро в месяц это просто себестоимость проживания меня и ну вот каких-то вот необходимых вещей да ну плюс минус там 150 евро поэтому это не имеет смысла но это просто в бочку выкидывать нужно как минимум три в месяц и тогда у нас будут ролики здесь и нормальное видео и самое главное будет нормальная промо потому что все можно сделать за относительно небольшие по нынешним временам деньги потому что у нас все-таки аудитория достаточно узкая нам не надо охватывать миллионная аудитория мы точечно можем охватывать потому что нам и не нужно миллион человек вот как на 5 11 да нам нужно 200 человек это вот за глаза я может быть конечно оптимист ну пусть пусть 500 но 500 это уже край это просто я даже не знаю чем их кормить и и все будет мне я это вижу так же ясно как ну я говорю когда проект вижу я вижу как он будет как он будет реализован да как он будет работать как с блокчейном я вот так его и видел вот так вот они строчки идут вот так оно там написано вот так оно и работает потому что этот проект это не фантазии кремлевские мечты просто шаги расписаны я понимаю что все у нас есть нужно только окно возможностей дождаться и все или не дождаться в том смысле что я вот сижу и думаю что хочу время потерять может быть и как-то пробить его попытаться так лезвие мысли вставить между правду и ложью да как классика поет расковырнуть потому что мне покоя не дает это смешная но в то же время правильная формулировка революцию можно купить из-за вменяемые деньги я не знаю насколько это морально оправданно да но если на одной стороне кровь да на другой деньги так хуй с ними с деньгами разве нет но это если так стоит вопрос а если вопрос стоит да нет причем тут кровь вот он сейчас сдохнет мы пошли там стали флажок повесили и все так у меня чат то ли он не движется то ли вы так очень неспешно неспешно его крутите то ли кто-то уже по нету а у меня что-то нету модератора да я бы поставил кошку-кошку но я уж не знаю какая из них кошка-кошка какая не кошка кошка все как-то зыбко все не получается так ну ладно я хотел ответить на вопрос тут есть пару минут а то люди перепишут из предыдущего эфира не из котиков ского там что-то были потом посмотрим а вот от четвертый четвертого регламента обсуждения вот бибоб пишет депутат как акционер акции голос и весь депутата только максимум надо ограничить от диктатуры ну да я это все обсуждаем я когда сказал как оно будет это обсуждаем безусловно как делиться выборы это определил бюджет не выбрал плати двойной налог в вор я как раз выступаю за то чтобы вот это именно прям законодательно закрепить вот эту строчку право не голосовать да ну не в том смысле что человек должен понимать что он просто передает таким образом решение тем кто голосует и это не хорошо и неплохо это обязано быть так потому что я еще раз настаиваю что без права не голосовать нету права голосовать понимаете ну а она она одно другого стоит если вы хоть чуть-чуть ущемляете право человека не голосовать даже вот там двойной налог или там палками гнать или просто говорят фу ты там говно сраной не голосуешь там да это все уже ограничение его свободы голосования потому что она включает свободу не голосование если он не голосует то это значит что его не интересует этот вопрос и как а то что вы говорите это же там потом отразится но вы не убедили постарайтесь еще голове очкут горизонт событий так что то тут про путина ну это очень длинное стихотворение я может быть там потом прочитаю вот хихихи в конце ха-ха-ха хи 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 ки ки бибоп опять задача сделать власть не окупаемой да вообще категории окупаемости не должна к власти прилипаться да она как то по другому должна реализовывать понимаете мы должны разделить власть да потому что она как бы финансовую иметь смысл. Но ведь власть, она есть и вещь в себе, то есть власть как власть, а не как финансы. Поэтому она в себе содержит тоже, как сказать, пряник внутри, без всякой награды. Я уверен, что если даже вообще ничего не платить, как-нибудь только жрачку давать до крыши над головой, многие все равно запишутся в начальники. Это я согласен, вот будут они качественно хороши насколько. Или это будут какие-то негодяи и подонки, это уже вопрос другой. Александр Васюков. НАСА показало, как выглядят новые скафандры для полетов к Луне. Читать полностью хорошо, это я обязательно посмотрю, почитаю. Ну вот даже сам вопрос, постановка вопроса Александра Васюков, ну согласитесь, они уже показали, как выглядят новые скафандры для полета к Луне. Но у них нет еще корабля для полета к Луне, понимаете? А как может быть скафандр без корабля? Ведь, блять, сначала корабль проецируется, а потом, блять, скафандр в него или нет? А вдруг он туда не пролезет, блять, этот ваш скафандр? Вы под скафандр корабль будете делать? Это просто доказывает вот этим, ну еще одно доказательство, что нет никакой Луны, они несут, блин. Они сначала пускай сральник разработают нормальный, да? Бибоб. Выборы круглогодичные, рейтинговые, права избирательные с момента рождения через родителей. А вот это я, пожалуй, согласен, что избирательные правы. Да вообще, вот как-то у нас есть, тем не дадим, тому нельзя, этот дурак, этот в тюрьме сидел, этот высшего образования не имеет, этот никакого не имеет. А с чего вы взяли, что мы тут родились, блять, бирку прилепили, ну и все, и права давайте сразу. Я согласен с этим. И тогда и получается, да, многодетная семья уже при голосовании имеет преимущество. А что, они пошли и проголосовали за дотации. Ну, логично. Ну, как, можно ребенок наследство получить, а у него есть опекун, допустим, да? Который там, ну, в каких-то рамках распоряжается. В каких-то рамках, я понимаю. Логично все, я согласен с вами. Помидоры. Скучно учиться на программиста без компьютерного класса, но как только подвезут компы, учебник будет под рукой. Спасибо, профессор, мы конспектируем. Хороший у вас. Что, курим? Ну, я просто не знаю, по какому поводу, может, я там что-то сказал, но забыл. www.case. Есть подозрение, что он тупо смотрит на узоры эволюционных алгоритмов и даже не догадывается, что они давно уже стали обладать разумом. И даже те яркие вспышки на фоне шума «насекомых» в кавычках, привлекают его внимание и он даже «тычется» в кавычках в них. «Ой, как интересно, что это» в кавычках. Они еще ярче светятся в попытке донести до него. «Жалься и отстань, гад» в кавычках, но он не может понять, что это. Он не знает о нас, а мы знаем о нем и тем совершеннее его. «Если бы найти способ сообщить ему, что он баран». «Что-то мне прям это, то ли это, какой-то цитата, откуда? Это вот этот, Макена, да, вот он говорил с грибами, и вот как будто вы оттуда это взяли или что-то, ну я в переводе слушал, я не знаю, как он там говорил, ну вот прям вот как будто это грибы, говорят вот этому грибному человеку, ну он там кололся, нюхался и потом с грибами разговаривал, он говорит, что грибы на самом деле самое главное. Я не знаю, я интересно, я с удовольствием его слушал. Вот это вот именно в этих выражениях, или вы грибов поели, или вы с грибами разговариваете. А по поводу того, что эволюционные алгоритмы стали обладать разумом, ну так об этом мы и говорим, я же говорю, теория информа об этом и говорит, только мы ваши эволюционные алгоритмы называем информами. Ну по-своему мы их называем, да, нам кажется, что это название более адекватно и более соответствует. Ну а в принципе-то, да, вот тогда непонятно, кто баран, кому надо донести, тому, кто с грибами разговаривает. Потому что я-то как раз и пытаюсь это донести, что мы присутствуем рядом с множественными формами разума. Каждый биологический вид обладает своей формой разума. Причем мы можем контактировать с ними, ну на определенном уровне, да, для каждого разума. Более того, есть формы разума, как вы называете эволюционные алгоритмы, мы их называем информами, да, которые уже родились здесь, на наших глазах. Вот этот Писевич Кутов, это же вот, это и есть вот этот алгоритм. Даже если там сидит уже человек, да, ну еще настоящий, если это еще не компьютерный вот этот шум, да, как вы пишете, да, то он все равно уже концентратор компьютерного шума. Он у себя вот это и туда копит пласты, копит пласты. Он даже не знает, что он делает. Потому что это бред, да. Хотя верхнему человеку, конечно, тяжело противопоставить что-то. То, что нам кажется бредом, может для него вполне осмысленной формой хи-хи-хи, ха-ха-ха и ки-ки-ки. Это не то, что мы понимаем, когда он пишет. Это что-то, что-то с чем-то. Ладно, ребят, я в чат возвращаюсь, и там уже у нас Мальцев на подходе, да. Ну ладно, он еще пять минут все равно будет загружаться. Я пока ваши вопросики-то... 300 человек по 10 евро, это почти даром. Андрей Кольт, так не получается. Это никогда не получается так. Понимаете, это может быть или, ну, условно говоря, формально заформализовано, типа там членские взносы или оплата там, ну, вот как там, радиоточки, да, или там что-то такое. Когда у вас счет есть, и он автоматом оплачивается или не автоматом, и все. А вот так формализовать, это именно вопрос привычных сумм. Даже там вот, ну, сто рублей посылать, да помнить об этом, да оно не получается, я говорю. И потом это не имеет смысла. Потому что даже вот здесь нас не очень много народу, но ведь люди очень серьезно, в материальном плане очень большой разброс у людей. Гигантский. Я вот даже сижу там, говорю, последний хрен без соли доедаю, но я понимаю, я выхожу на улицу, и есть люди вон в палатках живут. То есть и здесь. А уж то, что у кого-то здесь есть какие-то деньги, но я его понимаю тоже, это его деньги, да, и они ему дают силу, и они ему дают возможность, потому что у него семья, потому что у него там будущее и так далее, и так далее. Поэтому я и говорю, что проще всего, это тот человек, который идеи поддерживает, тот, который хочет сделать шаг, и у которого эти деньги есть. Они есть у многих, ребята, это даже не проблема. Я говорю, если бы Мальцев пошел, я говорю, на французское телевидение, ему столько бы накидали, просто он сказал а-ля Улю, революцион, Наполеон, там, французская идея будет давлеть над всем миром, свобода, равенство, братство, все дела. Ему прям миллионы бы накидали, и привезли бы эту антилопу, блин, заряженную. Причем бесплатно привезла фирма, которая эти антилопы продает, сказала, вот езди в нашей антилопе, чтобы мы их там снимали, и чтобы было видно, что это наша, да, Мерцедец, или нет, это Испано-Сюизе, да? Свиз. А вы на Студебекере, блин. Итак, вот этот путь, он, понимаете, он мне, проект, но он мне ближе, потому что я всегда находил каких-то участников процесса, да, и они вкладывались, и знали, что там в конце. Если по 100 рублей скидываться, во-первых, это геморрой большой, да, для, вот, у всех по маленькому геморрой, а вместе он все равно большой довольно-таки геморрой для всех получается, в том числе и для меня. И потом, я говорю очень неравномерно, вы пытаетесь поровну разбить, да, для кого-то, вот для меня 10 евро – это большие деньги, а для кого-то это там вообще гигантские, да, для кого-то нет ничто, поэтому тут скорее не так. Скорее все-таки нужно, да, нужно какую-то, какую-то грамоту, договор подписать. И если кто-то сейчас на первом этапе в это поверит, или будет просто готов сделать ставку, потому что это вопрос денег, понимаете, ну, в смысле относительно их вопрос денег. Если у вас миллион долларов в кармане, то это просто какие-то смешные деньги, да. Ну, получится, не получится, ну, прикольно, книжку напишу, в конце концов, в блог напишу. А вот я там что-то потратил, да. Ну, мало ли что, в прошлый раз он тоже купил какую-то хуйню за 100 тысяч долларов и до сих пор не могу продать обратно. Вот. Но при этом, конечно, да, чтобы было понятно, что человек понимает, чего он хочет и в политическом смысле, а не просто там, о, давай я сейчас буду председателем Центробанка, прикольно. Но с ГТРК беда, ребят. Ну, вот правда, вот я понимаю, что я сначала Троицкого сватал, да, и как-то обсуждал, и это самое. Ну, нельзя. Ну, нельзя, блин, Троицкого. И Дудя нельзя, понимаете, никого нельзя из них, потому что на следующий день там будут одни шендеровичи, блядь. И пиздец нашему народу власти. Потому что так и будет, блин. Взлом онлайн. Эл, это я послал и иду смотреть Мальцев. Ты мой друг. А, это. Я Николай Денисов. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Николай Денисов. А мне, я так понимаю, ты послал. Это уже не спасибо. Это уже то, что можно намазывать. Так, задумали РДП. Вот он черпает твои идеи. Пусть черпает. 1А. Пусть черпает. Пусть черпает. Идеи. Все, херня. Идеи ничего не стоят. Стоят планы. И заклинания, да. Помните? Земля, прощай. Они знают только Земля, прощай. А в добрый путь они не знают. А я им не скажу. И вам не скажу. Последнюю фразу оставим за собой. Но она есть. Не волнуйтесь. Все. Я тоже пошел смотреть Мальцева, да. И всем смотреть Мальцева. Ну, кто смотрит. Кто не смотрит, не смотрите Мальцева. В общем, поступайте, как знаете. Спасибо.